Прежде всего, с точки зрения тактической, это была блестящая операция, все, что началось с пейджеров и закончилась бомбардировкой и в долине Бека, и в Южном Ливане, и, конечно же, ликвидация в самом Беруте нескольких главарей бандитского формирования, все это блестяще. Вопрос, вернет ли это жители Севера в свои дома. И все наши последние заявления, они более-менее звучат «держите меня». Ах, держите меня. Более того, было сегодня опубликовано, что Натаньяо и министр Дермер, они ищут посредников, которые могли бы навязать дипломатическое решение и прекратить противостояние с Хизбалой. Натаньяо пишет, что Натаньяо уже дал согласие на многостороннюю сделку с Хизбалой, которая будет включать в себя затишье еще и в Газе. Ну, понятно, что любые дипломатические урегулирования с Хизбалой это чистая фикция. Не думаю, что жители Севера готовы рисковать четвертый раз. Я хочу напомнить, у нас уже было три дипломатических решения, три дипломатические сделки с Ливаном. Первое еще началось в 1978 году. Это войска Юнифиль с штабом в Накуре. Потом было в 2000 году, когда Израиль вышел из Ливана. И тогдашний генсекретарь ООН Кофи Анан заявил, что Израиль выполнил все свои обязательства. И, конечно же, третье – это была резолюция 1701 после Второй Ливанской войны. Как они закончились, мы знаем. Точно так же закончился и четвертый. Что нужно сейчас сделать? Мы знаем вашу позицию в отношении того, что причина всех наших бед находится в Тегеране. Если, в общем, разобраться с режимом Майдон. Еще до Тегерана. Но сейчас что нужно сделать? Нам, прежде всего, нужно вернуть жителей Севера домой. Для того, чтобы они вернулись, нам нужно создать буферную зону между рекой Литания и нашей границей. Почему там? Основная проблема, от которой пострадали дома, инфраструктуру, жители, их, к сожалению, самое эффективное оружие – это ракеты «Корнет» и некая иранская версия нашей ракеты «Гиль». Они эффективны на расстоянии 10-11 километров. Кроме того, мы сейчас видели, опубликовал пресс-секретарь ЦАЛО, что они разработали в течение нескольких лет план по захвату Галилея, по захвату Севера. И вот эти две основные угрозы, которые, конечно же, жители Севера хотят избегать до того, как они вернутся в свои дома, это можно только решить путем создания буферной зоны между рекой Литания и нашей границей. Что делать с жителями местными, которые живут на этом участке, жителями юга Ливана? Что делать с мировым сообществом, которое явно будет возражать? Вы знаете, мировое сообщество проявляет такое лицемерие, такой откровенный антисемитизм, такое, я так сказать, недоброжелательное отношение к Израилю, что тут можно только разводить руками. То есть я вижу за себя заявление последнего генсека Аон Гутерриша или Верховного комиссара по правам человека Фолькер Тюрк. То есть они говорят, осуждают Израиль, нужно начать расследование. Вы знаете, вы помните, в 2005 году Хизбалла уничтожила, ликвидировала премьер-министра Ливана Рафика Эль-Харири. 15 лет бы соседал международный трибунал, признали оперативника из Хизбалла ответственным за убийство Рафика Эль-Харири. Держпигель провел широкое журналистское расследование и признал, что за этим стоит Хизбалла. Ничего, никакой реакции. В 2020-м был громадный взрыв в складах Хизбалла аммонии. 220 человек в Беруте погибли, более 4 тысяч раненых. 70 тысяч домов были повреждены, никакой реакции со стороны. С населением что делать? С населением основное сбежало. И то, что там останется, это действительно в сравнении с сектором газа, может быть, 70 тысяч человек, реально останутся 80 тысяч на всей этой территории, по площади, наверное, в 5 раз больше, чем сектор газа. И поэтому, да, нам придется это удерживать до того момента, пока Хизбалла не заявит, что он оставляет идею об уничтожении Израиля и произведет полное разворужение собственного военного потенциала. Та стратегия, которую сейчас избрал наш военный политический кабинет, не заходя уничтожать планомерные людские ресурсы, военные ресурсы, Хизбаллы, она, тем не менее, при всех недостатках этой стратегии, помогает, у нее очень важный плюс, на мой взгляд, помогает сберечь жизни солдат. Безусловно. Это не вернет жителей Севера. Если главной задачей, которую определил кабинет буквально 2 недели назад, почти там 11, почти год после начала войны, что включили в цели нынешней войны вернуть жителей Севера свои дома. И пока это зафиксировано как основная цель, и это действительно должна быть одной из целей, основной цели операции, невозможно за счет дипломатического какого-то компромисса или дипломатического решения. Единственное, что может реально вернуть жителей Севера, как я сказал, создание буферной зоны, которая предотвратит обстрелы ракетами типа Корнет или реальным захватом Севера, тот план, который в Хизбалле разрабатывали много. Я уверена, вы очень много разговариваете с людьми, с жителями Севера и с главами муниципалитетов. После картин страшных 7 октября, на ваш взгляд, вот этой буферной зоны в несколько километров, хватит людям, чтобы... 10 километров, да. 10 километров для того, чтобы люди психологически просто вернулись и решили, что они полностью в безопасности. Безусловно. Но я хочу напомнить, что между сектором газа, там северные газы и нашими кибуцами, как Фараза, там меньше километра было расстояние, там практически не было наших солдат. Давайте немножко поговорим про газу. Правительство Нетаньяо обсуждает идею установления военного контроля над севером газа. Насколько, на ваш взгляд, это эффективно? По сравнению с другими методами, которые тоже обсуждались. Я считаю, что это неправильное решение. То есть это одно из возможных решений, но восстановление военной администрации, полный контроль на неограниченное количество времени. Это значит, что каждый день будут погибать солдаты. Это значит, что на нас будет лежать ответственность за сектор газа. Я считаю, что нам нужно полностью по окончанию войны выйти из сектора газа, перекрыться к КПП и сказать, что мы не несем никакой ответственности. Главный спор, кто несет ответственность за сектор газа. Просто Египет, Лига Арабских Государств, пожалуйста. Никакой связи между Иудеей и Самарией и сектором газа. Никакого фигового листа типа палестинской автономии берет контроль над сектором газа. Мы очень часто с востоковедами говорим, что режим в Египте, как в общем-то и в Иордании, это не самые стабильные режимы на Ближнем Востоке. Именно потому, что они не самые стабильные, у них есть кровный интерес, чтобы и в Газе, и в Иудее, и в Самарии было спокойно. Именно потому, что это не самые стабильные режимы. Именно поэтому у них есть первостепенный интерес в том, чтобы поддерживать там спокойствие. Интерес есть. А есть ли возможности? Безусловно. У того же иорданского режима. По сути, Иордания сейчас представляет собой очень большую буферную зону между нами и, по сути, между Ираном. Потому что там есть еще Ирак, но мы знаем, что там сейчас происходит, в каком он находится состоянии. То есть нас, в общем-то, от Ирана мало что отделяет. И в связи с последними несколькими терактами... 1600 километров. 1600 километров, но тем не менее, Иран при желании... В общем, там и так уже многие регионы Ирака находятся под контролем Ирана. Нет, есть шиитские милиции и ближе. И в Сирии сегодня уже находятся шиитские милиции, которые полностью контролируются Ираном. Есть, но самая большая граница протяженная именно с Иорданией. Да. Вас беспокоит стабильность? Именно поэтому мы не можем допустить какого-то состояния вещей, при котором Хамас возьмет контроль над территорией Иудеи и Самарии. Сегодня палестинская автономия выживает только за счет поддержки Израиля, за счет полной координации между ЦАГОЛом и между вот этими силовыми структурами палестинской автономии. А Бумазан даже в самой Рамале практически не контролирует саму Рамалу. Кроме вот этой штаб-квартиры, что называется Мукаты, он вообще ничего не контролирует. С точки зрения поддержки Палестинской улицы, она оценивается где-то в 7-8%. Поэтому он практически нерелевантен. И поэтому мы должны все, что касается территории Си, полностью взять под свой контроль, а территория Би и Эй должна находиться под контролем Иордана. Давайте немножко поговорим о политике. Куда же без нее? В нашем телеграм-канале мы запустили опрос какое-то время назад и задали простой вопрос нашим зрителям, кого бы вы хотели видеть на должности следующего главы правительства Израиля. И больше всего результатов занял кандидат Эвикдор Либерман. 30% его выбрали. Дальше идет Бенни Минин Таньяу. Дальше 8% Нафтали Беннетт, Яр Лапид и Бенни Ганс. Дорогие друзья, если вы еще не проголосовали, пожалуйста, мы ждем ваш голос. Обязательно проголосуйте в телеграм-канале у нас. В последних ваших программных заявлениях вы говорите, что вы наиболее подходящая кандидатура, вы готовы бороться за место премьер-министра. Вы знаете, когда я думаю, вот почему люди, скажем, голосуют за Виктора Либерман. Возьмем программу защиту Севера, которую я провел в 2018 году. Если бы она была выполнена, сегодня бы все наши северные поселения находились совершенно в другой ситуации. Когда я ушел с поста министра обороны, ее тут же заморозили, только из-за того, что это была инициатива Виктора Либерману. Они не были бы эвакуированы, там были бы бомбоубежища, но они не были бы... Были бы бомбоубежища, были бы запасные пути отхода и проезда. Была бы совершенно другая сигнализация, были бы другие сигналы тревоги. Все было бы совершенно иначе. Сегодня в Кибуце САР были ранены два человека, которые физически просто не успели найти этого бомбоубежища. Нету там бомбоубежища, не могли найти. Они просто бежали, пытались спрятаться в своих машинах, и по дороге их ранило. Сергей Гранкин даже свидетельствует, который постоянно на севере, что там, в общем-то, даже спрятаться негде. Ну вот, что касается политики и политиков, мы постоянно говорим о том, что Нитаньяу, как политик, невероятно талантлив и может найти выход из любой ситуации. По крайней мере, так было до сих пор. Но вот на ваш взгляд, может ли ближайшее будущее подготовить ему некие ловушки, из которых даже он с его огромным опытом и потрясающим талантом, и харизмой политика, не смог бы увернуться, если да, то идем на выборы. Лера, дело не в ловушках, а в фактах. Три самых больших трагедии, которые случились за последние годы, это было именно в его бытность премьер-министром. Начиная с трагедии на горе Мирон, когда погибли ортодоксальные или молящиеся евреи, операция стражи стен. Случилась в его бытность, и вот это самая страшная трагедия за всю историю государства Израиль 7 октября именно в его бытность. Хотя он получал все предупреждения, я лично вручил ему документ в руки еще в декабре, 21 декабря 2016 года, где точно сказал, что нас ждет. Может быть, это не его ошибка, не его скептицизм? Это прежде всего. А партия генералов сказала, что вот все не так, что Либерман ошибается, а они получают зарплату за свое профессиональное мнение. Прежде всего он получил, лично от меня в руки получил, да, начальник генштаба, тогдашний начальник военной разведки, Эрцалеви, который сегодня является начальником генштаба, но ответственность прежде всего на премьер-министре. Если бы вам, генералы, представьте себе, что вот наши прогнозы сбылись, и вы стали премьером. Если ваши генералы, ваши силовики, люди, которые умнее, которых в этом плане никого нет, говорят вам, что вот есть какая-то концепция, и она верная. Я с этой концепцией все время спорил. К сожалению, моя концепция не была принята. В другом каком-то вопросе. Вот вам говорят, профессионалы. Неважно, у тебя должно быть собственное мнение, опыт, и ты не можешь. Всегда нужно относиться и взвешивать серьезно все контрдоводы, во-первых, со стороны генералитета, начальника генштаба, тем не менее, решение на тебе, ответственность на тебе, прежде всего, на главе государства. И много раз, так сказать, люди умели принимать решения не только основываясь на мнении генштаба. В данном случае то же самое в отношении Севера. Понимаете, в августе 2016 года я собрал совещание, которому поставил вопрос о превентивном ударе по Ливану, по Хизбалле. Если бы это сделали тогда, сегодня бы этого тоже не было. Были бы в другой ситуации, но состоится мало времени, поэтому короткая рубрика «Блиц. Итоги» можно отвечать «Да» или «Нет», либо парой слов. Итак, начинаем. Мы на пороге тотальной войны с Ираном и Хизбаллой? Неизвестно, непонятно. Израиль начнет наземную операцию в Ливане? Я думаю, что чисто если начнет, то это будет чисто такая... Сирены в Эйлате мы видим сейчас. Без проникновения беспилотника. Это будет очень ограниченная операция. Опять-таки, просто подтвердить тезис. Да. 7 октября в Иудее и Самарии может повториться? Нет. Армии и правительства смогут отразить это нападение, если все-таки будут признаки? Да, сегодня да. Возможно ли нападение со стороны Иордании? Нет. Нужно ли менять форму правления в Израиле? Безусловно. Кто следующий премьер Израиля? Нетаньяо, Беннет, Лапит, Ганс или Либерман? Либерман. Если не вы, кто лучший премьер для Израиля? Лапит или Беннет? Я не даю оценки своим коллегам. Кто будет министром обороны, если станете премьер-министром? Будем взвешивать в соответствии с результатами. Если станете премьером, в Израиле появится Конституция? Безусловно. Это одно я. Готовы в случае необходимости создать единый блок с Беннетом? Безусловно. Сели бы в коалицию с Бенгвером и Смотричем? Нет. Соглашение с ОСЛО можно отменить задним числом? Их нужно де-факто просто динонсировать. Поселение в Газу нужно возвращать? Нет. Поселение в Южном Ливане возможно? Нет. Можно ли пытаться надавить на Иран через США или сразу атаковать Иран? Нам нужно решать проблему с Ираном один на один без США. Израиль выстоит в окружении своих врагов? Безусловно. И даже под руководством Нетаньяу? Нетаньяу самая большая проблема Израиля на сегодняшний день. А Виктор Либерман большое вам спасибо за то, что приняли участие в нашей программе.